Всем привет! В этом видео мы разберемся, как поменять номер Сбербанка онлайн, либо привязать просто новый номер телефона. Обязательно досматривайте это видео до конца, чтобы у вас не оставалось вопросов, а также ставьте лайк под этим видео и подписывайтесь на канал. В этом видео мы разберем два способа. Первый подходит для тех, у кого есть Сбербанк онлайн, приложение на телефоне, а второй для тех, кто не пользуется приложением, пользуется просто карточкой. Давайте разберем первый вариант, когда у вас нет приложения Сбербанка и вам нужно поменять номер. Сбербанк уже сделал все для того, чтобы вам не нужно было идти в отделение банка, разговаривать с консультантами и все, и через это менять. Если у вас нет приложения, вам достаточно просто сходить в банкомат, любой ближайший банкомат Сбербанка и проделать следующие шаги. Вот я подготовил список, что нужно сделать. Вот вы вставляете, получается, банковскую карту в банкомат, в эти пин-код, далее вам нужно выбрать все операции, далее вы выбираете информации и сервисы, далее выбираете смс-банк, там вот либо мобильный банк, примерно так это называется пункт, и далее выбираете изменить номер и меняете номер телефона прямо через банкомат. Вот, если у вас есть приложение Сбербанка онлайна, то здесь еще все проще, не нужно никуда идти, все делается прямо в приложении, звонить никому не нужно, просто нужно зайти в приложение. Итак, я захожу в приложение Сбербанк онлайн, далее мы в левом верхнем углу переходим на профиль, вот, нам здесь нужно найти Сберайди. Вот, чтобы найти Сберайди, нужно спуститься вниз, вот видим пункт данные, Сберайди, нажимаем все, и как вы можете видеть, вот наш номер телефона, мы на него просто нажимаем, и нажимаем просто пунктик изменить. Вот у нас вылазит такое уведомление, то есть смс-коды не будут приходить на новый номер несколько дней. Пока мы проверяем номер, на него не будут приходить коды, и не будет работать смс-запросы на номер 900. Нажимаем на кнопочку продолжить, все, и здесь мы вводим уже номер телефона, который хотим привязать к Сбербанку, и он поменяется автоматически, но вот не будет работать смс-оповещение буквально несколько дней, и потом вы через несколько дней спокойно сможете пользоваться Сбербанком уже с новым телефоном. То есть этот способ очень хорошо подходит, даже если вы потеряли доступ к этому телефону, который у вас сейчас привязан. Если у вас есть Сбербанк онлайн, вам не нужно тут подтверждение, просто вот номер телефона вводите, нажимаете продолжить, и он автоматически привязывается к вашему аккаунту, к вашей карточке. Вот, в принципе, на этом у меня все. Если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно задавайте их в комментариях под этим видео. Даже если вам просто понравилось это видео, напишите под ним в любой комментарий, обычно я отвечаю на все ваши комментарии по возможности. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!